На протяжении 45 лет в художественной школе Нефтекамска в детях развивают креативные качества, приобщают к изобразительному искусству. Самых маленьких любителей рисования педагоги собирают в изо-студиях, соответствующих интересам и особенностям малышей. Ребятам, отправляющимся в первый класс, предстоит заниматься в течение 5-8 лет и ознакомиться с основами художественных дисциплин. Стоит отметить, что по завершении обучения в художественной школе дети получают диплом о начальном профессиональном образовании. Дети также у нас, обучаясь в художественной школе, активно участвуют на различных выставках, проводимых на городском уровне, республиканском, также всероссийском, международных выставках. Они также участвуют в различных художественных проектах. Результаты высокие, они занимают призовые места. Первое, второе, третье. И мы очень благодарны преподавателям, которые у нас работают профессионалы. Всего в нашей школе работает 18 преподавателей. Они все с высшим образованием профессионала, своего дела. В Центре развития творчества детства и юношества существуют разнообразные направления. Спортивные секции, художественные эстетические кружки, студии танцев, театральное объединение. Продолжит свою работу одна из первых телестудий, где подростки смогут ознакомиться с сферой журналистики. Объединение по изучению английского языка и основ информатики в этом году увеличит количество групп. Очень скоро у родителей и детей появится возможность узнать о интересующих занятиях подробнее. Первого сентября мы для детей нашего города готовим обзорные экскурсии, акцию «Найди себя». И в этот день педагоги будут проводить для детей обзорные экскурсии и занятия в ведении в образовательную программу, где они познакомят детей с образовательными программами, с традициями объединений, с режимом занятий. И они получат полную информацию о наших объединениях. И уже начиная со 2 сентября по 10 сентября мы будем проводить Дни открытых дверей. Следующим местом для занятий детей в свободное от учебы время является Центр Виньет. В этом году в учреждении основан 25 лет назад появились два новых вида спорта, ранее не преподававшихся в нашем городе. Одним из них является масс-рестлинг, для занятий которым уже оборудован специальными станками один из залов Центра. Для данного вида спорта необходима техника и физическая подготовка, которую также можно привести в порядок в тренажерных залах спортивного центра Виньет. Второй вид спорта называется маутинбайкинг, катание на горном велосипеде. Трасса уже оборудована в лесопарковой зоне Нефтекамска. Прием детей в учреждении дополнительного образования наравне со школы начинается в сентябре. У вас еще есть возможность записать своего ребенка туда, где его желания и интересы будут реализованы лучшим образом. Отметим, что направлений в нашем городе множество и в каждом уже ждут юных обучающихся. Анастасия Кольгородова, Артур Мерзагитов, Альберт Гарипов, информационная программа «Ежедневник». Продолжение следует...